Библейский портал экзегет.ру представляет Откровение Иоанна Богослова для библейского портала Экзегет, читая перевод Международного библейского общества, довольно неплохой. Вторая глава, сейчас будет вторая глава, и вот смотрите, мироздание перед нами, тот, кто есть, кто был и кто будет. И одновременно семь общин, не самых известных, не самых больших сегодня, практически исчезнувших, потому что все эти церкви находились на территории, которая сегодня принадлежит Турции. Христиан там немного, и тем не менее. Ну, города некоторые известны, с самых известных и начинается Эфеса, Смирна. Но дело даже не в том, известны ли неизвестные города. Да, вот мы о первой главе говоря думали о том, что, смотрите, все не унифицировано, каждому по-своему, у всех свои проблемы. И читая, что здесь пишет Иоанн Богослов разным ангелам разных церквей, кто это такие, тоже отдельно, наверное, стоит сказать, мы видим, что он даже дает какие-то намеки, которые нам не всегда понятны, то есть не в лоб, но всегда очень индивидуальные лично. «Напиши ангелу церкви в Эфесе». А кто такой ангел церкви, и как ему можно писать? Предстоятель этой церкви, ее епископ, ее земной распорядитель, может быть. А может быть, ангел, ну, как некий соборный дух этой церкви, как вот, собственно, все сообщество, принадлежащее к этой церкви христиан, оно и есть символически ее ангел. Ну, потому что ангелу бесплотному зачем писать? Вот все, что человек может, наверное, это призвать этого ангела, попросить его о чем-то, но давать ему инструкции. Человек наставляет других людей. Так что считаем, что ангелы — это все-таки они сами. «Так говорит держащий в правой руке семь звезд и ходящий среди семи золотых светильников». Я напомню, что звезды и светильники — это семь как раз духов и семь церквей. «Я знаю твои дела, твой труд и твое терпение. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что ты ради моего имени перенес трудности и не изнемог». Вот начинается все с похвалы, причем такой, пусть сдержанный, но очень конкретный. Не вообще ты прекрасен, а вот что конкретно ты сделал. «Но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил свою первую любовь. Вспомни высоту, с которой ты упал. Раскайся и твори дела, которые ты делал вначале. Если ты не расскажешься, то я приду к тебе и уберу твой светильник с его места». Что за первая любовь? Мы не знаем, о чем конкретно идет речь, но, видимо, когда человек или здесь целая группа людей, целая община приходит к вере, то очень много вот этого юношеского неофитского задора. А потом все уходит, все как бы слегка растворяется. И может быть об этом. А может быть там кто-то конкретный или что-то конкретное, что сначала было важно для этой общины, потом забросили. И понятно, что мы охладеваем к людям, мы бросаем увлечения. Но вот есть такие вещи и такие люди, от которых отказываться нельзя, даже если все стало привычно. И поэтому, если ты не вернешься к этому, то Господь твой светильник с места уберет. Однако ты правильно делаешь, что ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Кто такие эти Николаиты, мы не знаем. Какое это лжеучение? Достаточно им сказать, что да, вот это вы отвергли правильно. У кого есть душа, пусть слышат, что Дух говорит церквам. Побеждающему я дам право есть плоды с древа жизни, которые растут в Божьем рае. Напомню, что Адам и Ева были лишены этого права при изгнании из рая. Далее напиши ангелу церкви в Смирне. Еще один крупный город, ну и сегодня Эфеса Смирна есть в Турции, мы это знаем. Там говорит первый и последний, тот кто умер и вернулся к жизни. А здесь повторяются те определения, которые мы видели уже в первой главе. То есть это, конечно, Христос. Я знаю твои страдания и твою бедность, впрочем, ты богат. Я знаю, как тебя чернят те, кто выдает себя за иудеев, но которые на самом деле ничто иное, как собрание сатанинское. Не бойся предстоящих страданий. Некоторые из вас дьявол заключит темницу, чтобы испытать вас, и вы десять дней будете терпеть страдания. Но оставайся верным даже до смерти, я дам тебе венец жизни. Вот, совершенно другие слова, да, хотя вроде бы труд и терпение и в Ефесской церкви похвалялись, а здесь по-другому страдание и бедность, но бедность, которая на самом деле есть богатство. Ну, что-то вообще есть, да, то есть и те, и другие находятся в стесненных обстоятельствах. Ну, оставайся верным даже до смерти, я дам тебе венец жизни. Тот, кто прошел через смерть и жив, естественно, может это дать. У кого есть туши, пусть слышат, что дух говорит церквям, побеждающему вторая смерть не причинит вреда. Что значит вторая смерть? Ну, понятно, что одна смерть неизбежна для любого человека или для любой группы людей, но под второй смертью, по-видимому, имеется в виду вот смерть, какая может быть после смерти физического тела, некая духовная смерть, когда уже человек утрачивает свое я, свою личность и распадается, не знаю, как еще это назвать. Ну, у нас на этом не заканчивается еще одна церковь, третья. Далее напиши ангелу церковью в пергаме. Так говорит обладатель обоюдоострого меча. Еще одно определение из первой главы. Я знаю, что ты живешь там, где трон сатаны. О чем идет речь, мы толком не знаем, но, скорее всего, идет речь о каком-то культе языческом. Там есть разные предположения. Алтарь знаменитый пергамский, где тоже приносили жертвы. Может быть, он, может быть, нет. Но в любом случае, это такой важный культово-языческий центр. Поэтому поклонение языческим богам на самом деле есть принятие власти сатаны. Но невзирая на это, ты верен моему имени. Ты не отрекся от веры в меня даже в те дни, когда мой верный свидетель Антипа был убит в твоем городе. Жилище сатаны. Кто он такой, мы не знаем. Но, видимо, кто-то из ранних христиан. Тем не менее, мне есть что сказать против тебя. Там у тебя есть люди, следующие учению Валаама, который научил в свое время царя Валака тому, как можно спровоцировать народ Израиля на грех, побудив их есть пищу, принесенную в жертву идолам, и жить развратной жизнью. Так и у тебя тоже есть приверженцы учения Николаитов. Ведь самые Николаиты у нас были и в предыдущем случае, мы толком о них ничего не знаем. А вот Валаам и Валах здесь упомянуты. Странно это смотрится, потому что уж больно давняя история. Из книги чисел, когда царь Валах хотел проклясть израильтян, он нанял пророка Валаама. Но тот, правда, не проклял израильтян, но, как тут сказано, он подучил Валаама, Валака, простите, скажем так, соблазнить израильтян через девушек, да, то есть втянуть их в какие-то связи с местными язычницами, и таким образом их побудить соучаствовать в языческих культах и жить развратной жизнью. О чем идет речь? Вряд ли со времен Валаама есть некоторые учения, которые вот здесь в Пергаме так и присутствуют, но, скорее всего, они делают то же самое, да, то есть они продолжают именно эту линию. «Покайся, иначе я скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом, выходящим из моего рта», то, что в первой главе мы уже читали. «У кого есть туши, пусть слышат, что дух говорит церквам, побеждающего я угощу сокровенной манной». Манна – это чудесная пища, которую иудеи ели во время перехода через пустыню, и, соответственно, та, которая приходит с неба. «Я дам ему белый камень, на котором написано его новое имя, и это имя будет знать только тот, кто его получит». Тоже очень интересная мысль о переименовании как новой идентичности, о том, что человек становится не тем, кем он был раньше, и про себя каждый знает только сам. «Далее напиши ангелу церковь в Феотирах. Так говорит Сын Божий, глаза которого подобны пылающему огню, и ноги которого сверкают, как сверкающий медный сплав». И это из первой главы. «Я знаю твои дела, твою любовь и веру, твое служение и терпение. Я знаю, что твои последние дела более велики, чем первые. Тем не менее, вот что я скажу против тебя. Ты терпишь женщину по имени Изавель, которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение моих рабов и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесенную в жертву идолам». Как раз в откровении явно это запрещено, хотя, допустим, Павел говорил, что это на самом деле неважно, но что это зависит от восприятия. То есть, если это соблазнение других людей, то не нужно этого делать. Что это за женщина, мы не знаем. Вот здесь куча подробностей. Николаиты, свидетель Антипа, женщина по имени Изавель. Ну, вряд ли она на самом деле так называлась. Скорее всего, это символическое название, поскольку Изавель – это царица из Ветхого Завета, нечестивая. «Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своем разврате. Поэтому я брошу ее на ложе, а те, кто с ней занимается развратом, ввергну в великую скорбь, если не раскаются в том, что пошли ее путем». Видимо, речь идет о языческих культа, которые символически изображаются как некий блуд. «Я прожию детей смертью, и все церкви узнают, что я испытываю сердца и мысли человека, и каждый из вас получит по своим делам. Говорю всем о остальных фиотирах, кто не следует ее учения, не узнал так называемых глубин сатанинских». Ну, видимо, какой-то вот подход, при котором люди получают якобы новое знание. Гностики была такая околохристианская секта, в которой знание абсолютизировалось, в которой вот это познание каких-то глубин, оно понималось как главная цель духовной жизни. «Так вот, те, кто не следует и не узнал, больше я не буду обременять вас ничем, но будьте верны тому, что у вас есть до тех пор, пока я не приду». «Побеждающему, исполняющему мою волю до конца, вновь вот этот победный венок, причем в каждом случае он говорит свое, свое обещание, потому что людям нужны разные вещи. «Побеждающему, исполняющему мою волю до конца, я дам власть над народами, подобной той, которую я получил от моего отца, и он будет править ими железным скипетром, разобьет их на куски, как глиняный горшок». Это цитата из Псалсирии 2-го Псалма. «Побеждающему, я дам утреннюю звезду, у кого есть уши, пусть слышат, что дух говорит церквам». Ну и вот тоже это рефреном повторяется, у кого есть уши, пусть слышат. У всех вроде есть уши, но кроме совсем глухих людей все способны услышать, но не все способны понять, да, то есть это про способность восприятия сути того, о чем говорит здесь ангел. Три церкви уже были здесь отдельно упомянуты, или даже четыре, да, четыре на самом деле, и дальше будут следующие церкви, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА